Студентка третьего курса Института международных отношений Казанского Федерального университета Татьяна Иванова разработала проект мобильного приложения Homo Cogitans с применением искусственного интеллекта для определения состояния ментального здоровья человека. Мы с ребятами из моей команды еще летом решили прокачать нашу идею, нашу концепцию и поучаствовать в конкурсе, который не просто даст нам призы, но еще прокачает нашу идею и даст возможность приблизиться наконец-то к MVP и к разработке данной идеи. Приложение Homo Cogitans. Человек-мыслящий распознает речь пациента и может определить его ментальное состояние, например, уровень стресса, наличие бессонницы и тревожность. Искусственный интеллект сохраняет данные о самочувствии человека в еженедельном отчете и строит прогноз на неделю. Основная идея нашего приложения в кооперации между специалистом, искусственным интеллектом и пациентом для постоянного мониторинга самочувствия пациента. Но что делать, если пациент в принципе не знает, что с ним происходит? Стоит ли обращаться к специалисту? Где найти стоящего специалиста и кому обратиться? Тогда наш чат-бот Kiki обязательно поможет с этим, а также сможет определить уровень стресса, тревожности и бессонницы по голосу человека. Да, именно так. То есть человек говорит, отвечает на вопросы нашего чат-бота Kiki и затем уже она по голосу сама определяет уровень тревожности, стресса и бессонницы. И затем уже может подобрать нужного специалиста. Чат-бот распознает голос пользователя, а виртуальный помощник определяет уровень тревожности, стресса и бессонницы и предлагает подборку специалистов, к которым можно обратиться за помощью. Приложение предназначено для того, чтобы люди, испытывающие стрессовое состояние, смогли отслеживать свое ментальное здоровье и по итогам работы со специалистом могли также оценить результат работы. Отметим, что свой стартап Татьяна Иванова разработала в рамках Всероссийского инновационного конкурса «Неограниченные возможности». Проект вошел в топ-5 лучших инновационных проектов по всей стране в номинации «Мышление». Аделина Абдрахманова, Универньюс.